Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей Печий, 16 августа. На календаре мы с вами традиционно подводим итоги уходящего дня. Силы обороны Украины освободили село Урожайное Донецкой области, теперь уже официально, и такой прорыв означает уничтожение одного из опорных пунктов оккупантов. И плюс такое продвижение, такое освобождение тактически важно с точки зрения того, чтобы обеспечить продвижение дальше на юг, на заветное желание и на Старомлыновку, что позволит дальше уже выйти на оперативное пространство в направлении Бердянска. В то же время в оперативном командовании Юг уверяют, что в результате недавних ударов по логистике врага из Крыма на материковую часть Украины у россиян уже наблюдаются сложности с перебрасыванием подкреплений и оружия. Кроме того, в ГУР заверили, что операции, проводимые российскими войсками на Купинском направлении, не носят стратегического военного характера, они совершают только локализованные наступления, которые не имеют успеха. В то же время в СБУ поделились деталями ударов надводных дронов по Крымскому мосту и по российским кораблям. Если очень коротко, Россия не может защититься от таких дронов, а потому отогнала свои военные корабли еще дальше от берегов Украины. Вместе с тем Россия продолжает наносить удары по украинским южным портам. Этой ночью враг снова нанес удар по порту Рени в устье реки Дунай. Конечно, и на этот раз оккупанты целились по зерновым хранилищам, но теперь вот россияне придумали новый бред относительно необходимости, в кавычках, ударов по этому региону. Говорят, якобы в Измаиле готовится спецподразделение ВСУ, которое отправится в Африку воевать против тех режимов, которые поддерживают путинский режим, то есть Кремль. Итак, подробнее теперь обо всем этом, давайте с вами дальше и поговорим. Начнем, конечно же, с ситуации на фронте. По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и преуспевают по всем трем. В частности, сегодня утром в Минобороны Украины уже официально, наконец-то официально сообщили, что бойцы сил обороны Украины освободили урожайное, расположенное неподалеку от Старомайорского Донецкой области. По состоянию на утро, заместитель министра обороны Малер заявила, что наши защитники закрепляются на новых рубежах в этом поселке. При этом наступательные действия на этом направлении продолжаются. Позже эту информацию подтвердили и в Генштабе, но там добавили, что сейчас, кроме закрепления на новых рубежах в Урожайном, ВСУ наносят огневое поражение артиллерии по выявленным целям противника дальше на юг и плюс осуществляются меры контрбатарейной борьбы. На самом деле первое сообщение о том, что ВСУ зашли в Урожайное появилось еще несколько дней назад. Мы с вами об этом говорили. В том числе российские оккупанты несколько дней назад жаловались на то, что их подразделения под давлением ВСУ по сути убегали с позиции в Урожайном. Тем не менее, освобождение Урожайного тактически важно с точки зрения того, чтобы обеспечить продвижение украинских войск дальше на юг, потому что это был один из опорных пунктов россиян на этом направлении. В настоящее время, по мнению военных экспертов, крайне важно стабилизировать ситуацию и зачистить это село, потому что именно оттуда россияне раньше вели огонь по нашим позициям, что осложняло нам задачу окончательно взять под контроль Старомайорской. А вместе с тем, если посмотреть на карту, то можно заметить, что именно от Урожайного идет дорога на Заветное Желание и на Старомлыновку дальше. То есть фактически за ними уже открывается оперативное пространство для наших бойцов с последующим продвижением в сторону Бердянска. То есть мы с тактического уровня переходим на оперативный. С другой стороны, сейчас важно давить и давить дальше на врага до самой Старомлыновки, для того, чтобы у россиян не было возможности удерживать плацдарм на берегу реки Мокрой Елы, откуда нашим бойцам постоянно угрожали оккупанты. С другой стороны, здесь нужно все-таки быть максимально осторожным в прогнозах по дальнейшему развитию событий, потому что существует и несколько иное мнение по поводу этой ситуации, заключающееся в том, что вряд ли ВСУ в ближайшее время смогут быстро двинуться на Азовское побережье. Все дело в том, что за урожайным на самом деле есть еще несколько линий обороны противника, которые нужно еще преодолеть. В частности, речь идет о минных полях, о траншеях, которых накопали там россияне. И сейчас все это нужно еще пройти. То есть это не значит, что за урожайным у нас сразу все открывается. Следовательно, отдельные военные эксперты уверены, что сейчас одной из ключевых задач является отработка по тыловой логистике и вражеским складам для того, чтобы ослабить потенциал российской армии вот на этом направлении. То есть мы продвинулись чуть ближе, соответственно, зона огневого поражения увеличивается. Но вместе с тем наши защитники должны постепенно, осторожно продвигаться вперед. Ну и такая тактика, она имеет свои успехи, потому что, например, движение российских захватчиков в направлении Бердянска через Мариуполь уже замедлилось. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. И он отметил, что оккупанты сейчас не могут перевозить большие объемы боеприпасов и топлива именно в направлении Бердянска. И все это произошло как раз из-за поражения вражеских складов в Мариупольском районе. А вот, соответственно, если к Бердянску не могут подвозить, то и дальше в сторону урожайного. Ну и, кстати, схожая ситуация у нас на западе Запорожской области, на Ореховском направлении. В частности, вот в Институте изучения войны утверждают, что за последние сутки ВСУ имели определенный успех в районе, в направлении Работинова. В частности, аналитики как бы приводят видео с подтвержденной диалогацией еще от 14 августа, которое показывает, что ВСУ продвинулись к Работиному. Более того, аналитики предполагают, что ВСУ усилились на Ореховском направлении и даже уже зашли в сам населенный пункт Работина, но бой за него все еще продолжается. Поэтому аналитики здесь подытоживают, что сейчас Работина еще не освобождена, конечно, ВСУ, но присутствие украинских войск в населенном пункте уже свидетельствует о том, что российский контроль над населенным пунктом, ну, вероятно, слаб и, скажем так, противоречив. Впрочем, как возле Урожайного, так и возле Работиного силы обороны Украины сталкиваются с фактически тройной линией обороны оккупантов. В частности, первая линия состоит из минных полей шириной в несколько километров. Вторая линия — это там, где сосредоточена артиллерия, техника и личный состав оккупантов. И третья линия — это линия тыловых позиций, предназначенная для хранения ресурсов. Следовательно, почему сейчас в УСУ ведут в основном именно контрбатарейные меры? То есть фактически вот эти контрбатарейные удары особенно важны для того, чтобы не допустить поражения вражеской артиллерии средств разминирования ВСУ на вот этой первой линии. То есть чтобы артиллерия противника не доставала до наших бойцов, которые заняты зачисткой полностью заминированной территории. Фактически именно это и замедляет продвижение ВСУ на обоих участках фронта. Но тем не менее ВСУ имеет успех и в районе Урожайного, и в районе Работиного. В то же время наши защитники наращивают присутствие на левом берегу Днепра в Херсонской области. Так вот на прошлой неделе уже сообщалось о высадке наших защитников возле села Казачьи лагеря. Это за 20 километров от оккупированных Олешек и района Антоновского моста. В настоящее время работа ВСУ там продолжается. Но опять-таки здесь военные эксперты так осторожно добавляют, что несмотря на продвижение ВСУ на левобережье, все-таки говорить сегодня о создании полноценного плацдарма для продвижения украинских войск дальше на левом берегу рано. Однако существует высокая вероятность того, что этот плацдарм там появится в будущем, есть все предпосылки. Потому что сейчас наши войска делают все, чтобы найти его то самое слабое место, ударить и создать уже окончательный плацдарм, из которого можно будет уже обеспечивать дальнейшее продвижение. Но во всяком случае сейчас силы обороны активно уничтожают именно тылы врага и его логистику для ослабления вражеских подразделений уже на передовой. Это касается в том числе и логистики из оккупированного Крыма на материковую часть Украины. И здесь вот в СБУ наконец-то раскрыли сегодня все подробности ударов в Черном море. А сегодня телеканал CNN показал видео ударов украинских надводных дронов по Крымскому мосту и российским кораблям. Но в сущности впервые об атаках морскими, именно морскими беспилотниками, мы услышали еще осенью 2022 года, когда в октябре, в конце октября был нанесен удар по Черноморскому флоту Арефии в оккупированном Севастополе. Это была первая такая морская операция, произведенная исключительно вот этими беспилотными аппаратами. А, конечно, россияне тогда уверяли, что у них все хорошо, никаких повреждений кораблей нет. Но на самом деле тогда, как вы помните, удалось все-таки поразить несколько кораблей, в том числе флагман адмирал Макаров и тральщик Иван Голубец. И, как теперь уже стало известно, это и было начало работы над секретной программой надводных дронов. То есть, по сути, это была первая проверка боем, и эту проверку наши морские беспилотники прошли. А дальше уже в начале августа, в этом году, дроны Камикадзе ударили по базе Черноморского флота Арефии в Новороссийске, это уже Краснодарский край Арефии, в результате пробоину в корпусе получил тогда большой десантный корабль Оленигорский горняк. До этого те самые безэкипажные катера атаковали Крымский мост 17 июля. Ну и всюду использовались, вот что это все объединяет, это вот те самые беспилотники украинского производства, которые глава СБУ Василий Малюк назвал уникальной разработкой Службы безопасности Украины. Как он уверяет, к этой разработке не имеет никакого отношения ни одна из частных компаний, то есть это чисто вот разработка наших спецов, именно эти дроны атаковали Крымский мост в июле, немножко другие атаковали Оленигорский горняк и нефтяной танкер СИГ, но что точно показали эти удары по порту в Новороссийске, по Крымскому мосту и так далее, так это то, что наши дроны способны преодолевать несколько сотен километров, и в сущности теперь для россиян нет уже безопасных мест в Черном море. Так вот, в СБУ рассказывают, что для атаки применялись беспилотники Си-Бэйби, ну то есть если переводить «морской малыш», «морский малюк», по словам главы СБУ, это как бы коллеги его так назвали, и дроны стали результатом многомесячных разработок, которые начались практически сразу после начала полномасштабного второжения РФ. Известно, что атаковавший дрон Крымский мост имел на борту 850 килограмм взрывчатки, для поражения, например, кораблей используются несколько другие, ну в принципе такой же беспилотник, но он несет уже 450 килограмм взрывчатки, потому что 850, ну наверное, нет необходимости. И тот же «Оленигорский горняк» и «Танкер Сик» как раз-таки были поражены именно вот такими дронами, которые несут 450 килограмм. Но результат очевиден, и как минимум оба корабля на сегодня выведены из строя. В частности, известно, что «Оленигорский горняк» получил пробоину размером 4 на 3 метра, и по сути от окончательной гибели его спасло то, что он не находился в открытом море, он все-таки стоял в порту. «Танкер Сик» получил двухметровую пробоину, машинное отделение там затопило, и его пришлось буксировать к берегу. И вот Василий Малюк уверяет, что это уникальная разработка, которая производится в Украине, и которая еще точно всех удивит. Говорит, что разработка и производство этих беспилотников происходит в подземных наших предприятиях, под землей. Поэтому россияне там как бы не достанут до них. Ну и плюс говорит, что наши партнеры не участвуют в проведении таких спецопераций, но, говорит, еще несколько в Черном море планируется. А сейчас, как говорят в военно-морских силах, в результате вот этих атак беспилотников российский флот в Черном море пытается держаться, знаете, подальше от наших берегов и, соответственно, поближе к своим. То есть уже нету вот этого наглого приближения слишком близко к нашим берегам, и они стараются держать их в портах, эти корабли, и только перед моментом атаки тех же калибров они выводят, отрабатывают и уходят. Раньше они могли какое-то время находиться в море, в открытом. Поэтому явно влияние есть, и они боятся этих беспилотников. Плюс практика показала, что противодействовать этим дроном они не могут. А вместе с тем оккупанты со своей стороны продолжают атаки на южные регионы Украины дронами Камикадзе. В частности, этой ночью оккупанты дважды атаковали Одесскую область этими дронами Камикадзе. Под ударом врага снова оказался порт Рени. Разрушением подверглись ангары с зерном и сельскохозяйственная техника на территории порта. Погибших, пострадавших, к счастью, нет. Но Россия и здесь не может прямо признать цель таких атак, а именно уничтожение украинской портовой инфраструктуры. А потому продолжает подло придумывать новые легенды о том, почему именно оккупанты бьют по портам на Дунае, в этой части Одесской области. Накануне российские пропагандистские СМИ, там целый ряд, не буду перечислять, вот одновременно, секунда в секунду сделали информационный вброс о якобы подготовленном британскими спецслужбами украинском военном подразделении, которое должно отплыть в ближайшее время из Измаила в Африку для диверсии, в частности ликвидации африканских лидеров, которые продолжают свои отношения с российским режимом. То есть пропагандисты заявляют, что, выдумали себе, что отряд состоит из ста человек, которые получили боевой опыт в войне, и подготовкой отряда, вроде как, по их логике, занималась служба британской внешней разведки МИ-6, и теперь вот эта сотня, вот конкретно, из порта Измаила, у нас же других нету, как бы маршрутов, путей, а вот конкретно из порта Измаила планируют выплыть и пройти вот через Дунай, выйти в Черное море и отправиться в Африку для того, чтобы там якобы ликвидировать тех лидеров, которые продолжают работать с Путиным. Ну, конечно, это полнейший бред, но таким образом Кремль просто пытается создать вот это фейковое информационное прикрытие для своих дальнейших военных преступлений в районе Дуная. Ну и относительно того, чем именно Россия атакует порты, издание Financial Times утверждает, что США подталкивают Иран к прекращению продажи беспилотников России в рамках обсуждения более широкого соглашения между Вашингтоном и Тегераном по снижению напряженности. Ну и это, наконец, может, гипотетически может сработать. А почему? Потому что эти обсуждения проходили параллельно с успешно завершившимися переговорами по соглашению об обмене пленными. На прошлой неделе это происходило. Тегеран согласился четверых американцев освободить из тюрьмы, а США даже согласились немножечко разморозить нефтяные активы Тегерана. Речь идет о, если не ошибаюсь, 5 миллиардах долларов. А более того, Вашингтон намекает Тегерану, что готов, знаете, не столь строго контролировать нефтяные санкции и не будет вводить новые, если Иран вернется к ядерному соглашению или к чему-то подобному. А Тегеран, со своей стороны, просит Вашингтон как-то повлиять на Европейский Союз, который, наоборот, не спешит снимать санкции, а еще и готов ввести новые за разработку иранцами баллистических ракет. Ну и теперь Тегеран оправдывается, что и раньше на самом-то деле как бы просил Москву, чтобы та не била иранскими дронами по мирным городам Украины. Но этого Вашингтону недостаточно, и здесь приведут стату Financial Times. По словам иранского чиновника и другого лица, проинформированного о переговорах, США хотят, чтобы Иран прекратил поставки России беспилотников, используемых Москвой в войне против Украины, а также запасных частей для беспилотных летательных аппаратов. Вот это важный момент. А чиновник добавил, что Тегеран, официально отрицающий, что его беспилотники используются в Украине, неоднократно просил Москву прекратить их использование в войне, но Вашингтон хочет более конкретных шагов. Хотя, с другой стороны, британская разведка уже указывает на то, что Россия уже использует те самые шахеды, но собственного производства. В отчете разведки указывается, что Россия на фоне возможных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном стремится к самообеспечению беспилотниками в ближайшие месяцы. Но, тем временем, Россия все-таки по-прежнему зависит от комплектующих из Ирана, которые в основном доставляются через Каспийское море. То есть, США поэтому и давят, чтобы и комплектующие в том числе не поставлялось. Поэтому дальнейшая судьба изготовления этих дронов пока не до конца определена. А вместе с тем, напоследок, вернемся давайте к ситуации на фронте, в частности, на Купинском направлении, где россияне пытаются наступать. Так вот, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщают, что операции, проводимые российскими войсками на Купинском направлении, не носят стратегического военного характера. И россияне, несмотря на то, что они пытаются выполнить хотя бы минимальную цель начатой ими войны, а именно выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, их операции в основном это локализованные наступления. То есть, стратегического какого-то наступления на этом направлении, по данным нашей разведки, не наблюдается. То есть, все действия на этом участке фронта лишены признаков стратегии. Вот, поэтому здесь, конечно, расслабляться не стоит, но, тем не менее, и преувеличивать те наступательные операции на Купинском направлении оккупантов тоже не стоит. Вот, здесь ставлю многоточие, и мы к этой теме еще с вами вернемся. Сейчас же попрошу вас, подпишитесь, пожалуйста, на мой личный YouTube-канал, называется он Алексей Печий, ссылка в описании к этому видео. Поставьте лайк этому выпуску, это очень важно, и напишите в комментариях ваше мнение по поводу той темы, которую мы обсудили. На этом все, спасибо всем, кто доедался, и традиционно закликаю, верте в Украину, верте в ЗСУ, допомогайте один одному и нашим защитникам, и тогда вместе мы точно победим. Слава Украине, увидимся. Спасибо.